Приветствую всех на своем канале! Сегодня у меня можно сказать ретро-рецепт. Хочу предложить вам, кому вспомнить, а кому и узнать рецепт бутербродов, которые были, прямо скажем, коронной закуской на праздничных столах наших родителей. Поджаренный с одной стороны на растительном масле хлебушек или батон. Сверху намазка из сыра, майонеза и чеснока. А поверх нее, что вашей душе угодно. Хотите шпротики, хотите колбаска, хотите просто овощи, а можно и яйцо красиво пристроить. И вы знаете, эти бутерброды до сих пор с достоинством соперничают с изысканными закусками из икры или красной рыбы. Улетают со стола с не меньшей скоростью, что и их аристократические собратья. А для их приготовления нам нужны, в общем-то, совсем неприхотливые продукты. Что нам потребуется, вы, как всегда, видите сейчас на экране. Количество продуктов в этом рецепте я не буду указывать. Руководствуйтесь своим вкусом. Для начала обжарим с одной стороны до хорошо золотистого цвета ломтики батона. Можно хлеба, но батон вкуснее. Сыр натрем на мелкой терке. Сыр берите любой, какой вам нравится, хоть плавленый. Я часто беру смесь сыров. Чеснок добавляйте по вкусу. Я на 100 грамм сыра положила 2 зубчика чеснока. Майонеза ложим столько, чтобы получилась мягкая намазка. На 100 грамм сыра я положила 4 столовые ложки. И добавляем зелень. Ложите зелень такую, какую вы любите. У меня сегодня кинза, укроп и петрушка. Хорошо все перемешаем. Основу для бутербродов мы заготовили. Намажем нашу намазку на необжаренную сторону ломтиков батона. И вот теперь включаем свою фантазию. В нашей семье самые востребованные бутерброды это со шпротами. Помните, какой дефицит они были в советское время. Ложим шпротинку на бутерброды. Украшаем веточкой укропа. Сбоку красиво уложим ленточку огурца с долькой помидора черри. И красивый и вкусный бутерброд готов. Хрустящий поджаренный батон. Сырно-чесночная намазка с зеленью. Рыбка, огурчик, помидорчик. Это ли не праздник вкуса? Также можно сделать и бутерброды с колбаской. Колбаску берите любую. Сыро-копченую, варено-копченую. Важно, чтобы она вам нравилась. Я вот из колбаски фигурным ножом для сыра вырезала елочки. И снова украшала огурчиком и помидорчиком. Кстати, ленточки из огурца легко сделать овощечисткой. Ну и наконец, можно сделать просто овощные бутербродики. Тоже очень вкусно будет. А на этот новогодний стол, на бутербродик, можно и свинку пустись-пастись, сделанную из перепелиного яйца. Обмакните бутерброд в мелко нарезанный зеленый лук. Вот вам и лужок для хрюшки. Я буду рада, если эти нехитрые, но очень вкусные советские бутербродики придутся вам по вкусу. И если они вам действительно понравились, то, как всегда, жмите пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под видео. Ну а я желаю вам удачи в делах, хорошего настроения и, конечно же, приятного аппетита. Пока-пока!